Мы беседуем с Дмитрием Рудым, который приехал из Украины в Литву и попросил здесь о политическое убежище. Расскажи немножко предысторию уголовного дела, чем ты занимался до того, как дело было возбуждено, и потом, почему именно в отношении тебя дело возбудили? Изначально все началось с Майдана. Я попал на Майдан, был на Грушевского, 18-го был ранен, потом проходил реабилитацию здесь, в Литве. Я проходил курс лечения, потому что был поврежден спинный мозг, у меня были проблемы с ногами, была контузия. После этого, когда я вернулся, стал волонтером. Была организована волонтерская организация «Армонатол» на абсолютно добровольно общественных началах. Мы занимались тем, что возили гуманитарку в виде бронежилета, медикаментов и всего необходимого в АТО и раздавали это ребятам, которые в этом нуждались. Потому что, когда война началась, реально бронежилетов не хватало, касок не хватало, медицины не хватало. Но, помимо этого, мы еще принимали активное участие в своем городе, потому что Одесса – такой, постоянно шатко раскачивающийся город, и мы принимали участие в его стабилизации. Так же само мы вели борьбу с незаконной продажей котиков, с подпольными казино, наливайками. Мы находили их, мы вызывали полицию, вызывали сотрудников прокуратуры, все это фиксировалось, и после чего точки переставали работать. Были даже моменты, когда за два дня до нас точку накрывали сотрудники полиции, через два дня точка начинала работать, впоследствии приезжали мы, и после нас она уже не работала. Также, как бы, вели, как бы, у нас во время того, как началось АТО, начались различные схемы дерибана гуманитарки в воинских частях. Старались пресекать это, потому что мы привозили в гуманитарку, привозили груз, который сразу же дерибанился между руководством части, либо офицерами. Такие случаи тоже выявляли, об этом сообщали, давали интервью, как бы, на брифингах. Но также еще несколькими активистами в Одессе был задержан пьяный, на тот момент, замминистра обороны, главный инспектор и замминистра обороны по военной авиации, и с ним комбриг 14-й бригады, пьяные, катающиеся по городу на джипе. Эта ситуация была достаточно хорошо расключена в СМИ, после чего два этих военнослужащих были уволены с занимаемых должностей. Против комбрига было возбуждено уголовное дело, так как в момент задержания мне были доставлены телесные повреждения, и по команде этого генерала он пытался совершить наезд на меня и на ребят, которые блокировали его машину. Потом, как бы, была банальная история с подставой меня. Я ехал, мне надо было в Николаев отвезти. Ребята уезжали в АТО, и надо было отвезти передачкой. Ехал, мне позвонили, сказали, что на границе Одесско-Николаевских областей будет проводиться задержание курьеров ДНР, но и они же пособники, на которых уже достаточно много информации было об СБУ, и они все прекрасно знали, о них были статьи и все. Я, как бы, ну, не было по дороге, ехал туда. Действительно, как бы, на границе Николаевско-Одесских областей, на блокпосту в Кошарах, ихний бус был остановлен, был досмотр этого буса. Были, что до конца у них было выявлено, я не могу сказать, потому что я не попал на сам факт задержания. Я уже, как бы, присутствовал, когда они были, там, связаны, замотаны, перемотаны скотчем. Но спустя какое-то время, как бы, их освободили. Ну, и все начали разъезжаться. Я двинулся по направлению в Николаев, как бы, так, как и было запланировано. В момент их задержания, как бы, я проводил фото-видео фиксацию, как активист мне, для того, чтобы потом можно было эту информацию выложить в СМИ о том, что вот такие были задержанные и в очередной раз отпущены нашей новой властью. То есть они могут сажать патриотов, но те, против кого у них есть стопроцентные доказательства, свидетельские показания, они их отпускают. Я, как бы, направлялся уже в своей машине в сторону Николаева, когда меня начал подрезать ихний бусик. Меня пытались выдавить с дороги. Я несколько раз чуть не слетел в кувет, после чего, как бы, была заминка на трассе, и выезжала с поворота машина, остановился бус, остановился я, я вышел к водителю бусика. У нас с ним возник конфликт на почве неприязни по вождению, после чего, как бы, это все переросло в маленькую потасовку. И в этот момент, как бы, к бусу подъехало несколько машин, с которых выходили ребята в масках, разбили этот бус в хлам, пока я выяснял отношения с водителем, звучали, на тот момент я их не слышал, но уже, как описывают, что были выстрелы, был раненый один человек, после чего эти машины скрылись, а в этот момент ехала машина полиции, которая, в принципе, стояла там в 100 метрах и наблюдала все это происходящее. Они задержали меня, так как у меня была ссора и потасовка с водителем буса. Мне, ну, как бы, на трассе это все продолжалось очень долго, там, часов в пять, наверное. Приехали начальник райотдела, приехали прокуроры. Все инструкции по тому, что со мной делать и как делать, они получали по телефону. Есть видеожурналистов, которые фиксировали в тот момент, и там видно, что они не выпускают с рук телефон, и вот каждую команду, которую дают они, они дают ее после того, как они ее получат по телефону. После чего мне на тот момент стало плохо. Я находился на лечении и, как бы, принимал лекарства. В тот момент надо было принять, они находились дома лекарства, мне стало плохо. Скорую вызвали, скорая приехала, было принято решение везти меня в больницу. По пути следования автомобиль, в скорую сразу сели сотрудники полиции, по пути следования автомобиль под угрозой сотрудников полиции изменил свой маршрут и был загнан на территорию райотдела. Закрылись ворота. Я лежал в тот момент в скорой помощи, не в состоянии даже встать. Неоднократно, пока машина находилась там, получал от сотрудников полиции, при том, что врач скорой помощи им говорила, что состояние действительно тяжелое, серьезное. Есть в деле ее показания о том, что она указывает, что состояние было действительно тяжелым. То, что, как бы, ей был задан вопрос, возможно ли это было симуляция, на что она говорила, ответила, что нет, так симулировать, ну, это симулировать невозможно. После чего, все-таки, а, активисты нашли нашу скорую в райотделе, которые были в тот момент на трассе, потому что мне удалось машиной вызвать, созвониться с следствием, попросить помощи. Посъезжали с разных городов, с ближайших там населенных пунктов активисты, и они нашли машину, загнанную на территорию райотдела. Они вели видеофиксацию, это есть, есть видео этого. После чего, все-таки, было вызван целый практически взвод спецпедрозию наших внутренних сил. И под ихней охраной меня доставили в больницу, где врачи не понимали, что вообще делать с моими диагнозами. Меня кинули, поставили просто два стула в комнате, где были решетки на окнах и решетка на дверях, это даже не являлось палатой. Кинули дверь, и меня на эту дверь вот так и положили. После чего меня там продержали сутки. Силами наших активистов, силами адвокатов удалось... А, в тот момент уже проводились и следственные действия. Был произведен опуск моего автомобиля, ничего не было обнаружено, ни оружия, ни у меня, ни в автомобиле. В момент, пока я находился в больнице, у меня был изъят 11 телефонов, у меня были изъяты деньги, что последствия не было возвращено. Потом меня выпустили. Ну, как бы, какое-то время я проходил дальше лечение, все, потом был звонок, что, Дима, есть вероятность того, что, как бы, все закончится очень плохо для тебя. Сейчас пытаются сделать тебя к узлам отпущения в этой ситуации, как бы, и ничем, как бы, помочь тебе мы не сможем, потому что Николаев достаточно очень пророссийско настроенный и так пропутинско настроенный. они ждут прихода, они, чуть ли не каждый день, там, действительно, эти сотрудники полиции ждут того, что, как бы, там начнется вот этот коллапс. Мне сказали, как бы, беги со страны, потому что времени потом сбежать у тебя не будет. Я был вынужден покинуть Украину. В тот момент у меня дома оставалась переменная жена. Она была на пятом месяце. Был ее без повесток, без ничего, просто скрутили. Сотрудники полиции под домом завезли кабинет в райотделов. И практически на протяжении суток издевались, измывались, били, после чего она была доставлена в больницу. У нас, ну, у нее был выкидыш. В больнице на просьбу предоставили документы, которые фиксировали сам факт того, что произошло, почему, по какой причине, по бою. На что врачи сказали, что мы не можем вам выдать эту бумагу, так как нам еще надо жить в этом городе. Мы приехали сюда, попросили политического убежища, просто убежища защиты здесь. Вот 10 месяцев мы ждем лишения. Сюда приезжали свидетели, свидетельствовать в нашу защиту. Им были приведены доказательства того, что дело в Украине сфабриковано. Так как на момент возбуждения в Украине уже не существовала милиция, но полиция не вступила в свою законную силу. И все следственные действия должны были проводить сотрудники прокуратуры. Так же самое и регистрировать уголовное дело. Дело было зарегистрировано, и большая часть следственных действий была проведена сотрудниками полиции, которая на тот момент еще не вступила в свои законные права и не стала действительно правомерной структурой. Также в деле указаны и другие нарушения. Немные права были зачитаны практически спустя сутки. Те показания, которые давались так называемыми потерпевшими, они давались просто под копирку переписанной, даже не меняя сути. Подписи, одна фамилия, но подписи абсолютно написаны разными руками, на что указывалось в заявлениях с нашей стороны о том, что следственные действия проводились некорректно. Также от одного из участников событий поступило заявление от водителя микроавтобуса о том, что в момент нападения на их машину у меня был с ним конфликт, участие в общем я не принимал, отношения ко всему происходящему не имел. То есть конфликт был у нас между мной и им, вследствие чего он пишет о том, что претензий ко мне не имеет, описывает ситуацию в целом и просит следствия, прокуратуру, суд принять это во внимание, прекратить в отношении меня уголовную ответственность, так как к общей картине я не имею никакого отношения. Что же сделали наши правоохранительные органы? Они обставили это все так, с помощью двух потерпевших, каких-то свидетелей, что я чуть ли там не мегамостр, организатор, и чуть ли с моей маленькой машиной я в тот момент двигался на смарт, и мне выскочило 4 человека. Они показывают схемы нападения на автомобиль, указывая, что их блокировали несколькими машинами. Я помню, что машина, с которой выходили люди, остановилась перед микроавтобусом. Они показывают, что машина остановилась сзади, но при этом в грузовом микроавтобусе на переднем пассажирском сидении они смогли рассмотреть, что автомобиль является маркой BMW, еще и черного цвета. Будучи пассажиром переднего сидения грузового микроавтобуса, я думаю, вряд ли ты сможешь рассмотреть, плюс когда тебе уже начинают бить и в тебя стреляют. Я думаю, что не будет возможности как-то вытягивать, бегать и смотреть, что же там за машинами меня блокируют сзади. По делу известны все участники тех событий. Есть стреляные гильзы, которые были найдены на месте совершения данного правонарушения. По ним не было произведено никаких следственных действий. По гильзе не был установлен владелец оружия. Не были допрошены даже участники тех событий, которых пострадавшие опознали как нападавших, указав то, что у них с ними уже достаточно давние конфликты. На сегодняшний момент я нахожусь в розыске, объявленном Украиной в розыске. Но в отношении меня есть даже показания одного из потерпевших, который просит остановить в отношении меня уголовное преследование. Но они имеют на руках показания потерпевших, которые указывают, кто на них нападал, кто их бил, кто в них стрелял. И против этих людей их даже просто не вызывали на допросы. Я не могу понять, почему так происходит, почему я, против которого есть просьба, есть показания пострадавшего, так называемого, которые указывают, что я в этом не принимал участие. В моей машине проводились обыски, у меня проводились обыски. Ничего не было найдено. Есть люди, на которых конкретно указывают пострадавших, с которыми у них давние конфликты, и их даже не опросили. И ты считаешь, что это политическое преследование за твою деятельность? Я считаю, что да. Скорее всего, есть. Была попытка несколько раз это дело направить в суд на либо переквалификацию, либо на снятие подозрения, потому что меня невозможно... Я не был доказать мой сговор с остальными. Не будучи участником этого сговора, крайне проблематично. Доказать мое участие тоже достаточно, потому что есть вот уже есть из этих трех пострадавших, есть один, который говорит о том, что я не принимал участие в нападении на машину. У нас был конфликт между ним и мной, который был исчерпан. А то, что произошло впоследствии, я не мог. А они указывают, что я был чуть ли не инициатором, что я их блокировал. Я это понял. Но с чем ты связываешь вот это? Я связываю это с теми событиями, которые были. Мне задали и здесь вопросы, как бы конкретно... Почему дело политическое, ты считаешь? Ну, на сегодняшний момент тот генерал, слетевший с должности, и полковник, он же комбриг 14-й бригады, по суду пытались восстановиться на свои должности. Дело против комбрига было уголовное, остановлено, так как меня уже не было в Украине, я не мог дать показаний. Также, как бы, мною было очень много инициировано разоблачение горного бизнеса, незаконной продажи наркотиков в Одессе. На сегодняшний момент этот бизнес процветает, и дальше, так же в тени. Люди, которые в тот момент делали видимость того, что они с ним борются, сейчас либо закрывают глаза, либо просто его крышуют. Со мной пытались договариваться, неоднократно. Мне предлагали и долевое участие в бизнесе, и участие, долевое скрышевание этого бизнеса. Я отказывался, потому что я не видел в этом никакого смысла. Зачем тогда изначально мы пытались за что-то бороться. Люди на сегодняшний момент, которые тогда делали видимость борьбы, пришли в самом начале событий в Украине, в самом начале Майдана. Они были действительно вроде бы как патриотично настроены. Люди не имели за душу ничего. Они ездили на каких-то стареньких машинках, стреляли сигареты. На сегодняшний момент они ездят на дорогущих машинах, живут в очень дорогих квартирах. Откуда эти деньги? Люди не работают. До суда дела не дошло, правильно? Нет, у меня не было выбрана мне мера пресечения на тот момент. Я не подписывал подписок о невыезде. Поэтому страну я покинул на законных основаниях. Мне тогда надо было пройти курс с реабилитацией. Я уехал на реабилитацию. После чего я узнал, что я уже объявлен в розыск. Да, то есть ты имели то, что... Если рассматривать где-то... Может быть справедливым? Нет, какая может быть справедливость, если на сегодняшний день есть одно из самых важных нарушений. Дело зарегистрировано неправомерно. То есть его регистрировала полиция, которая на тот момент еще полиции так... Ну, в законных основаниях не была... Но суд может тебя оправдать? Не может. Потому что он скажет, что ответ... Были попытки, я же говорил, это дело засунуть в суд. На что было сказано, ну вот так вышло. Ну вот так, ну что теперь? Ясно. Скажи, пожалуйста, вот... Я понял, что, конечно, тебе надо предоставлять убежище. А теперь просто о ситуации в Одесской области, да? Вот с приходом Саакашвили, там что-то начало меняться к лучшему или нет? Ты знаешь, как бы ситуация по Одесской области. После Майдана там стал губернатором Палица. Как губернатор, он ничего толком не сделал. Но при этом он не пытался мешать патриотам. Я не говорю о том, что патриоты там, как сейчас много проведено расследований журналистских, о том, что действительно есть патриоты, есть псевдопатриоты, есть бизнес-патриоты, которые приходят на какие-то акции махать флагами, только заплатить. Да, это все присутствует в Одессе. Мы сейчас не будем говорить конкретно кто, но это есть. При Палице это было. Он это не трогал. Он не трогал патриотов, он не трогал никого. Но главное было спокойствие в городе. Он даже отчасти поддерживал патриотов, стабилизирующих. А вот коррупция, коррупция, вот все это. Коррупция? Вот эти торговые наркотиками, горный бизнес там нелегальный. Знаешь, как было интересно, вот допустим, рассмотреть ситуацию с наркотиками. Нет, при Саакашвили это изменилось или нет? Мы это практически загнали в тень до прихода Саакашвили. Саакашвили начал бороться с таможней. Он всем и так понятно, что через Одессу проходят большие каналы контрабанды. Он пытался с этим бороться. Насколько он справлялся, либо не справлялся, я уже не могу судить. Потому что в тот момент я уже был вынужден покинуть Одессу. Со слов тех, кто оставался там, Саакашвили вел себя неоднозначно. Он вроде бы как бы и боролся. Он показывал себя, показывал характер. Но и при этом он вел такой образ жизни, при котором он вызывал удивление у всех остальных. На тот момент было несколько скандалов с приобретением машин, с его разгульной, фривольной жизнью. Но при этом, опять же, он вел борьбу с контрабандой. Насколько она была эффективной, ну, как контрабанда была, так она и есть. Ты принимал участие в Майдане? Да, я принимал участие в Майдане. Ты не разочарован в том, что ты участвовал в этом, что в стране вот стало так хуже? Знаешь, я очень много задаю себе этот вопрос и пытаюсь найти для себя правдивый ответ. Там погибли близкие мне люди. Я знаю ребят, которые остались инвалидами и уже не поднимутся. Я до сих пор общаюсь с матерью одного из из погибших ребят. Она часто пишет, когда я был ранен, мне надо было лечение, она даже выисывала деньги на лечение. Разочарованы ли я, я не знаю, я не понимаю. Я до сих пор не понимаю, что произошло. Все было так хорошо, так все было светло. Я не говорю, что на Майдане было все так прекрасно и прозрачно, как про это сейчас говорят. Нет, там было очень много грязи, очень много несказанного, очень много лжи и обмана. На сегодняшний момент, насколько я знаю, тогда была объявлена амнистия участникам Майдана. Но, как сейчас мы видим, участников Майдана пытаются судить. Пытаются судить за те действия, которые они произвели там. Я знаю, что до сих пор не получены компенсации, которые были обещаны. В частности, я по своим ранениям должен был получить эти компенсации. Их получить практически нереально. Ну, проще, наверное, в космос летать. По поводу тех лифчеров. А ты до сих пор и воевал за... Я больше провел в зоне АТО времени как волонтер. Если приходилось в руки брать оружие, то уже вот при тех ситуациях, когда это было неизбежно. Но приходилось? Да, да, это было. И вот после того, что ты как бы вот после этого несправедливого уголовного преследования, потеря ребенка, избиения... Меня не только это потерял. Я потерял имущество, которое оставалось, которое сейчас мне не принадлежит в Украине. Что? Я верил в то светлое будущее, а нам просто... Ну, как? Может быть, наверное, что-то и поменялось, если бы не было этой агрессии со стороны Путина, если бы не был аннексирован Крым, если бы не началась война на Востоке. Не АТО, а действительно война. Потому что танки в воздухе военные, вертолеты, где поднимаются авиации, где бронгар, где постоянно работает артиллерия, это не АТО, это война. Поэтому, может быть, был бы шанс что-то тогда изменить после Майдана. А сейчас у власти приблизительно все то же самое, что и было до смены власти. Мы видим реформу новой полиции. На днях мне звонил товарищ с Одессой, говорит, Дима, ты не представляешь, меня останавливает сотрудник новой полиции и требует с меня взятку 200 гривен за нарушение скорости. Говорит, не то, что я ему пытаюсь предложить, он с меня их требует. То тогда какая реформа у нас проведена, что сотрудники получают колоссальные зарплаты. И при этом они еще дальше продолжают брать. Я не могу сказать, что это было зря, потому что ребята погибли. Они не могли отдать свою жизнь просто так. Как минимум они смогли и мы смогли защитить тех людей, кто в тот момент находился на Майдане. Десять месяцев ты ждешь убежища в Литве, да? Ну, в Бегах мы уже третий год. Третий год. Да. А здесь 10 месяцев убежища? Да, здесь мы 10 месяцев. Это долго, это очень долго. Это долго. Я успел за это время поступить здесь, в университет, в институту. Я стал студентом, учусь. Но это очень сложно. Нету проблем с интеграцией, нету проблем в общении, нету проблем в отношении к нам. Есть, наверное, проблема только в том, что нас, украинцев, здесь не совсем рассматривают как беженцев, потому что они считают, что Украина это демократическое и правовое государство. А то, что власть на местах сейчас, так же, как и раньше, принадлежит судям, прокурорам и олигархам, которые делают свои деньги на киневую бизнесу, никто на это не обращает внимания. Они реально понимают то, о чем мы говорим. Они нас понимают. Они знают то, что происходит в Украине. Но они не будут создавать прецедент, чтобы здесь не было наплыва. Но отказа нет еще, да? Отказа еще нет. И мы будем последить за твоим делом и посмотрим, что все закончится. Да, хотелось бы... Что будем надеяться на лучшее. Знаешь, что самое интересное, мне бы очень хотелось сказать. Я, уехав с Украины, вынужденно уехал, бежав оттуда. Я рассчитывал, что это будет происходить после Майдана. Честно. Я знал, что я не буду нужен ни старой, ни новой власти. Я долгое время был готов бежать. Что будут репрессии, я буду бежать. Потом началась война, все закрутилось, завертелось. Очень много событий произошло. Я перестал ждать того, что может это произойти. Были какие-то спорные моменты в зоне АТО с сотрудниками правоохранительных органов дома. Но это как бы все было решаемо. Но я был вынужден покинуть для того, чтобы действительно попытаться доказать свою невиновность со стороны закона, уже с правовой стороны, где я рассчитывал получить поддержку и правовую защиту. Я очень сильно надеялся, что пройдет время, дома разберутся. Я первые полгода, я просто смотрел на телефон и ждал. Прошел год, я уже меньше ждал. Прошло полтора года, я уже почти не ждал. Уже прошло больше двух лет, я не жду. И так же самое мое желание вернуться туда, я хочу назад, хочу в Украину. Но сейчас я понимаю, что вот моя жена, мой ребенок, это и есть моя Украина, которая сейчас рядом со мной. Потому что вернуться туда, где творится беззаконие, где дальше продолжают торговать наркотиками, где люди не могут ходить.